Идея построения самого первого в мире колеса обозрения принадлежала Джорджу Феррису, разработавшему этот аттракцион в 1893 году для мировой выставки, которая проходила в Чикаго. Его высота по тем временам была нереальной. Больше 80 метров. Сейчас же колеса обозрения намного выше, и что может быть прекраснее, чем подняться на высоту птичьего полета и оттуда наблюдать за жизнью огромного мегаполиса. Впрочем, далеко не в каждом крупном городе есть подобные смотровые площадки. Мы расскажем, где находятся 5 самых больших колес обозрения в мире. Всем привет! Вы на канале ТопХард. На первом месте, Сингапур, Фуэр, 165 метров. На сегодняшний день самое большое колесо обозрения находится в Сингапуре. За 37 минут, требующихся колесу, чтобы сделать полный круг, открывается не только удивительный вид на набережную, но и на соседние острова. Чертово колесо в Сингапуре оборудовано 28 кабинками, в каждой из которых может поместиться 28 человек. Стоимость билета на Сингапуре Фуэр составляет 21 доллар. На втором месте, Старев Нанчанг, 160 метров. Колесо обозрения в китайском городе Нанчанг, на строительство которого было потрачено 7 миллионов долларов. Само удовольствие длится равно 30 минут, а стоимость очень демократичная. 6 долларов, наверное. Поэтому 60 кабин колес и обозрения, вмещающие по 8 человек, практически никогда не бывают пустыми. На третьем месте, Лондон, Эйя, 135 метров. Редкий турист, побывавший в столице Великобритании, не прокатился на знаменитом чертовом колесе, которое все еще считается самым крупным в Европе. Колесо оборудовано 32 кабинками, каждый из которых символизирует один из пригородов Лондона. Стоимость получасового сеанса составляет порядка 30 долларов. Бронировать билеты лучше заранее на официальном сайте. Это позволит получить 10% скидку, а также избежать утомительных очередей. На четвертом месте, Южная звезда, 120 метров. Если будешь в Мельбурне, обязательно прокатитесь на знаменитой Южной звезде. Колесе обозрения высотой 120 метров, удовольствие обойдется в 29 долларов. Мельбурнское чертово колесо украшено 3 километрами светоизлучающих диодов. На пятом месте, Скайдрем Фокуока, 120 метров. За те 20 минут, которые требуются колесу Скайдрем Фокуока, чтобы сделать полный круг, туристы могут увидеть этот современный город как на ладони. Небесная мечта до сих пор считается самым большим колесом обозрения классического типа. Билет на аттракцион 100 и 10 долларов, что для дорогой в целом Японии. Просто копейки. Всем спасибо за просмотр. Поставьте пожалуйста лайк и не забудьте подписаться на канал. Субтитры сделал DimaTorzok